Авария в Магнитогорске попала в объективы сразу нескольких видеокамер. Лихач пролетел на красный сигнал светофора и протаранил легковушку. Как все было, полицейские поняли, отсмотрев записи сразу с трех точек. Кадры увидел и наш корреспондент. Это запись с камеры наблюдения. Иномарка начинает движение на зеленый сигнал светофора, но получает удар слева. Та же авария, но съемку ведет пострадавшая. Предполагаемый виновник то ли не увидел, что горит красный, то ли хотел проскочить. Грубое нарушение правил привело к тому, что пострадали люди, а обе машины получили сильные повреждения. На проспекте Победы пьяный шофер за рулем Тойоты на огромной скорости не справился с управлением, выехал на встречную полосу и зацепил снежный вал. После этого его машина пробила забор и перевернулась, вот так припарковавшись во дворе частного дома. Лихач получил травму головы и был госпитализирован. Этот челябинец за рулем иномарки решил не пропускать машины на встречной полосе и стал поворачивать налево. В итоге получил удар в бок. Такая же история произошла в центре Челябинска. Водитель этого джипа, видимо, тоже подумал, что поворачивая налево, его легко пропустят встречные машины. Но водитель хэтчбека убедил его в обратном. На трассе М5 в аварию попали челябинские археологи. Они везли в Уфу череп, найденный на месте раскопок с армадского периода. Форт ученых с ценной находкой внезапно занесло и выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с Ладой Приорой. Никто не пострадал. На выезде из МИАСа этот ВАЗ 10-й модели совершал обгон, но не справился с управлением. Машина вылетела из колеи и оказалась в кювете. Водитель остался жив. Недалеко от этого места, на объездной дороге, водитель ВАЗа включил поворотник, чтобы повернуть налево. Но белый микроавтобус пошел на обгон. В итоге ДТП. О пострадавших не сообщается.